В 13-й раз Саров примет участие в акции «Ночь музеев». В этом году после долгого перерыва организаторы подготовили для посетителей уникальную программу. Необычные мастер-классы, творческие конкурсы, экскурсии, игры, презентации, встречи с интересными людьми, показы кинофильмов. Все это ждет Саровчан на акции, которая пройдет сразу в четырех учреждениях культуры – Маяковки, Городского музея, Художественной галереи и Музея народной игрушки. В этот день огромное количество событий. Мы открываем две большие выставки. К нам приезжают наши гости, нижегородские художники Ирина Жемчужникова и Наталья Кострова. Выставка называется «Ультрамарина бирюза. Живопись и керамика». Мы встретимся с автором, зададим им вопросы, они пообщаются с нашими зрителями саровскими. Вторая выставка «Человек и кошка». В экспозиции представлена работа саровской художницы Александры Марковой Ерошек. Для посетителей этой выставки организаторы подготовили небольшой интерактив. Зрители должны будут угадать смысл одной из картин и оставить свой комментарий. Также посетители художественной галереи ждут творческие мастерские, в которых каждый желающий сможет проявить креатив и получить заряд положительных эмоций. У нас приготовлено очень много сюрпризов разных и для авторов, и для зрителей. Будут в том числе и каверзные вопросы, будут поисковые задания. Здесь можно будет и раскрасить кошек. Городской музей также подготовил программу для посетителей. В этом году и Нижний Новгород, и наш город отмечают юбилеи. Эти события станут центральными темами ночи музеев. В этом году исполняется «330 лет городу». Это важное событие. И этому событию приурочена выставка «Город – это мы». Она рассказывает о 330-летней истории нашего города. Вы здесь можете увидеть фотографии, предметы быта, огромные панорамные баннеры, которые позволят погрузиться в атмосферу ушедших лет. Из-за коронавируса вход на мероприятие ограничен. Посетить площадки музеев, художественные галереи можно по предварительной записи. В группах учреждения ВКонтакте написано, как это сделать. Также в этот день свои площадки откроет военно-историческое общество «1945» для зрителей старше шести лет.